О повести Трифонова СМ Дом на набережной Дом на набережной Комплекс сооружений на Берсеневской набережной Москвы-реки на Болотном острове По адресу улица Серафимовича, дом 2 Организации, расположенные на стороне набережной, иногда используют адрес Берсеневская набережная, дом 20 Жилой комплекс ЦИК СНК СССР занимает площадь в 3 гектара, стоит на острове и связан с материком, большим каменным и малым каменным мостами 25 подъездов выходят на две улицы Серафимовича и Берсеневская набережная История Во время переноса в 1918 году столице РСФСР из Петрограда в Москву было переведено большое количество госслужащих Поначалу их расселили в так называемых домах советов, однако жилой площади постоянно не хватало В связи с тем, что в центре Москвы образовалась нехватка гостиничных мест В 1927 году создали комиссию по строительству дома ЦИК и Совета народных комиссаров под причудательством главы правительства Алексея Рыкова Комиссия, в которую входили секретарь ЦИК Авильянукидзе Архитектор Борис Яфан и глава ОГПУ Генрих Ягода решила, что квартиры в доме будут предоставлять членам ЦК ВКП Комиссии партийного контроля, наркомам и их заместителям Впоследствии в дом стали заселять военачальников, писателей и артистов, героев Советского Союза, старых большевиков и ПР 24 июня 1927 года было принято решение о начале строительства дома для ответственных работников, которое продлилось до 1931 года Жильцами дома стали главным образом представители формировавшейся советской элиты, ученые, партийные деятели, герои гражданской войны, герои социалистического труда и Советского Союза, старые большевики, выдающиеся писатели, служащие коминтерно, герои войны в Испании Дом на набережной был построен по проекту Б.М. и Афана в стиле позднего конструктивизма на месте, где до этого находились винно-соляные склады, что нашло отражение в архитектуре его внутренних дворов За ходом строительства следил лично Айрыков По первоначальному проекту дом должен был быть розоватого цвета и с отделкой из мраморной крошки розового цвета, которая должна была гармонировать с Кремлем Однако в связи с тем, что рядом находилась котельная, из которой постоянно шел черный дым, внешние стены дома решено было сделать серыми исключительно в угоду практичности 12-этажный дом на набережной с 505 квартирами стал одним из самых крупных домов в Европе На этажах по две квартиры В квартирах были дубовый паркет, художественная роспись на потолках Фрески делали специально приглашенные из Эрмитажа живописцы-реставраторы На потолках красовались пейзажи разных времен года, цветы, фрукты На кухне имелось отверстие в стене для самоварной трубы, выход грузового лифта, на котором вывозили мусор Вахтер заведовал лифтом, наверх пассажир поднимался в компании сопровождающего Вниз приходилось спускаться пешком или стучать по металлической двери шахты, чтобы вахтер услышал и поднялся Дом включал в себя помещение под клуб в ЦИК имени Рыкова Кинотеатр на полторы тысячи мест Спортивный зал, универмаг, прачечную и амбулаторию Сберкассу и отделение связи Детский сад и если, которые располагались на крыше здания Столовые жители дома бесплатно получали готовые обеды и сухие пайки Так что самим готовить пищу было необязательно Именно поэтому во всех квартирах изначально запроектированы крошечные кухни Во внутренних дворах дома были разбиты газоны с фонтанами Мебель в доме была унифицирована Стулья, столы, буфеты и прочие милибирки инвентарных номеров Жильцы в ЕЖ подписывали акт приемки, в котором учитывалось все, вплоть до шпингалитов и дубовой крышки от унитаза Горячая вода подавалась от теплоцентрали Стройку курировал ГГ Ягода Подъезд дома номер 11 Нежилой В нем нет ни квартир, ни лифтов Предполагается, что отсюда или прослушивали квартиры жильцов других подъездов Или за стенами скрыты некие тайные помещения Помимо этого подъезда, в доме имелись конспиративные квартиры чекистов, которые располагались на первом этаже Чекисты работали в доме под видом комендантов, консьержей, лифтеров и в своих квартирах Встречались со своими осведомителями или прятали таинственных жильцов, как, например, агента советской разведки в Южной Африке Дитера Герхарта У таких консьержей висели ключи от каждой квартиры Ими записывался каждый шаг жильцов дома Жизнь под лупой После 23 часов вечера попасть в дом было невозможно На первом и втором этажах располагались коммунальные квартиры, в которых жил обслуживающий персонал Многие жители дома были репрессированы целыми семьями во время большого террора второй половины 1930-х годов Современное состояние Дом объявлен памятником истории и охраняется государством В доме расположены жилые корпуса Театр эстрады Кинотеатр Ударник Магазин сети Седьмой континент Студия звукозаписи Саундвор Дом российской прессы И ряд прочих коммерческих организаций Для посетителей открыт краеведческий музей Организованный в 1988 году по инициативе Т.А. Т.Р. Геозарян Живший в доме на набережной с 1931 года Сначала как общественный А с 1998 года получивший статус государственного Первым директором музея была Тамара Андреевна Благодаря ее заинтересованности и энергии постоянно пополнялась экспозиция В музее с использованием сохранившейся мебели Хранители попытались воспроизвести атмосферу 1930-х годов Тамара Андреевна была инициатором установки досок в память знаменитых жильцов в подъездах В которых были их квартиры В 1996-1998 годах были изготовлены мемориальные таблички Александрову Б.А. и Афану Б.М. Каманину Н.П. Муклевичу Р.А. Трифонову Ю.В.Д.Р В дальнейшем и по сей день музеем руководит вдова Юрия Трифонова Ольга Романовна Трифонова На фасадах здания установлено 25 мемориальных досок в памяти о его жителях В 2001 году на крыше здания была установлена рекламная конструкция в виде логотипа компании Mercedes-Benz 2 ноября 2011 года Конструкция, ставшая одной из доминантов ликоисторического центра Москвы весом 6,5 тонн и диаметром 8 метров Была демонтирована В сентябре 2012 года дом начали перекрашивать светло-серый и розовый цвет Позднее, однако, мозгарность леди опровергла информацию о перекраске здания, заявив, что лишь на отдельных частях здания применяется временная краска для выявления повреждений Дом на набережной в литературе Название «Дом на набережной» вошло в обиход после публикации в 1976 году одноименной повести Ю.Трифонова, где это здание является основным местом действия Этот дом упоминается в дневнике Лео Ведотова и рассказах о нем самом написанном М.Коршуновом В тетралоге Андрея Валентинова о Косилы в доме находится ковчег или карман-портал в иное под измерение В романе Александра Терехова «Каменный мост» в доме проживала семья дипломата Уманского Расследование смерти его дочери составляет фабулу романа Известные лица, проживавшие в доме на набережной, мемориальные доски на стенах дома, современные жильцы Геннадий Хазанов, КВ, номер 26, Александр Домогаров, КВ, номер 195, Наталья Андрейченко, КВ, номер 238, Патриарх Кирилл, КВ, номер 214, 29 марта 2012 года В эфире радиостанции Вестифм Патриарх Кирилл рассказал, что в доме на набережной проживают две его троюродные сестры Одна из них Лидия Михайловна Леонова, дочь повара Ленинградского обкома КПСС Юрий Шевченко в 2010 год Приобрел квартиру для дочери Ксении и ее четверых детей Наталья Чистякова-Ионова, Шахри Амирханова, Синдеева Наталья Владимировна, Халатников, Исаак Маркович, КВ, 315, Телефильм В 2006 году был сделан цикл из 27 получасовых передач по священных дому Автор идеи и продюсер Николай Белык, сценаристы Ольга Резниченко и Олег Воколовский, режиссер Лидия Стрельникова